Как вы себя довели до такого? Потому что я очень часто слышу среди людей такую фразу, что «Ну, вот это я себя довела, как же это со мной всё могло произойти?» И очень многие люди воспринимают это состояние как некое бремя, некоторое такое, знаете, ощущение того, что вот раз жизнь уже сложилась вот так, то никоим другим образом она не может измениться. И для того, чтобы мы могли с вами вот этим волшебством заняться и сделать как-то иначе, мы вообще должны понять, как это всё устроено. Потому что, знаете, для того, чтобы приготовить какую-то новую форму бутылки, надо понять, как устроена старая форма бутылки, как мы это сделали. Поэтому сегодня, прежде всего, я начну всё-таки с того, что расскажу вам о том, каким образом мы влияем на свою сегодняшнюю реальность. И если вы уже смотрите меня очень много времени, если вам уже кажется, что вы всё знаете, то поверьте, нет, не всё знаете. И каждый раз, когда мы внимательно слушаем, мы начинаем получать и находить нечто новое. Поэтому давайте сегодня об этом поговорим. Я бы хотела начать с такой очень ключевой абракадабры, которая существует, для того, чтобы нам стало немножечко понятнее вообще, как мы живём. У каждого из нас с вами есть сегодня нынешний какой-то факт и результат. Я говорю об этом практически в каждом эфире, потому что это важно понимать. То есть та жизнь, которая у нас сегодня есть, наш некий результат, от чего он, собственно, зависит? Часто люди ходят к гадалкам, чтобы узнать, что с ними случится. Часто люди гадают на кофейной гуще сами, раскидывают карты Таро и пытаются предугадать, что с ними может произойти. Но сегодня, после того, когда я вам расскажу сейчас очень простой алгоритм, вы можете себе его записать, возможно, вам так будет нагляднее и понятнее, вам станет ясно, почему гадалка не может вам ничего сказать. Потому что, когда мы идём к гадалке, мы идём туда с целью прежде всего переложить ответственность. Нам кажется, что то, что с нами происходит, это как, знаете, я не знаю, как в книжке читаешь, и оно происходит само по себе. Но на самом деле я вам расскажу такой секрет. Вот я сейчас сижу в автомобиле, и вокруг меня едет очень много других машин. И кажется, будто бы эти машины едут сами по себе. Как будто бы они просто едут, и они не могут не ехать. Но за рулём каждого автомобиля сидит водитель. И в зависимости от того, куда этот водитель повернёт рулём, нажмёт он на тормоз или на газ, будет зависеть от того, вернётся ли он домой, что будет с окружающими людьми. Сказать, что машины едут просто так, сами по себе, ну, нам так кажется, это всего лишь иллюзия. Точно такая же иллюзия и наша с вами жизнь. Нам кажется, что от нас ничего не зависит, с нами просто что-то случается. Но я очень люблю вот этот оборот, когда я говорю о том, что с нами ничего не случается, мы всё случаем сами. Так вот, тот результат, который у вас есть сегодня, подумайте о нём. Мне бы хотелось, чтобы вы этот эфир посмотрели с ручкой, особенно кто будет смотреть в записи, кто может сконцентрироваться на этом эфире. Возьмите и запишите себе хотя бы очень простые некоторые факты из своей жизни. Сколько я зарабатываю, сумма, где я работаю, да, там, у меня свой бизнес, он хороший или нехороший, моя работа мне нравится или нет. Моя личная жизнь – это что? Это классная личная жизнь, в которой я счастлива, в которой у меня классные отношения, любовь, офигенный секс, взаимопонимание. У нас есть общие цели, мы обожаем проводить время вместе, мы друг друга поддерживаем, мы развиваемся самостоятельно. Или это отношения, в которых я постоянно сражаюсь, борюсь, боюсь, в которых я периодически с частой вероятностью хочу убить своего партнёра, отношения, в которых я страдаю, в которых мне скучно, в которых мне неинтересно, отношения, к которым я привык и не могу из них вылезти. Какие у меня отношения? Где я живу? Мой дом, да, место моей жизни. Неважно, в своё, не своё. Это кайфовое место, в котором я счастлив, это дом, в котором мне приятно возвращаться, это место, где мне всё нравится, или это вынужденное место моего проживания, и я не очень его люблю, но смирился с этим. Как я могу проводить свои дни? У меня есть деньги для того, чтобы тратить их на себя, на своих близких людей. Я могу путешествовать, ездить, я могу развиваться, или я едва свожу концы с концами. Это есть наш результат. И этот результат, который у вас есть, я хочу, чтобы вы начали с того, что вы его зафиксировали. Очень круто, если вы этот эфир посмотрите в записи, потом будете нажимать на стоп для того, чтобы это проработать, потому что считайте это мини-мастер-классом. Наша задача зафиксировать свой результат, посмотреть на него честно, не с позиции того, что это когда-то изменится. Я хочу, чтобы когда вы посмотрели на свой результат, вы поняли очень простую вещь. Это никогда не изменится само по себе, в лучшую сторону глобально, если этого не захотите, это не захотите изменить вы сами. Это первое, что я хочу, чтобы вы поняли. Второй момент. А от чего зависит вот этот результат? Из-за чего он зависит? Что на него влияет? И тут у нас вторым пунктом появляется такая штука, как наши действия. Наши действия. В зависимости от того, что я делаю, это влияет на мой результат. Если я активный, если я развиваюсь, если я человек, у которого есть цели, если я человек, у которого есть дисциплина, если я человек, который действует активно в своей жизни и с головой, у меня один факт. Если я пассивный человек, если я особо не претендую ни на что, если я человек, который не уверенный в себе, то, соответственно, я действую неактивно, я больше выжидающий, я как бы такой спокойный, у нас это называется обычный человек. И тогда мой факт, вот этот результат, он совершенно другой. Понимаете, о чём я говорю? Пожалуйста, давайте будем с вами активничать, поставьте сердечки, кто понимает, о чём я сейчас говорю, кто понимает эту взаимосвязь. Это очень важно улавливать. Я хочу, чтобы вы знали, что когда вы это поймёте, вот вы сейчас это внимательно послушаете, и когда вы это поймёте, вы в жизни начнёте в какие-то моменты просыпаться и вспоминать мои слова. И когда вам скажут, ты можешь там что-то сделать, и предложат вам что-то, вы в какой-то момент по привычке своей скажете, нет, не буду, не встану, не сделаю. Но потом вы вспомните, что, блядь, так я же хочу поменять то, что у меня есть. А Оля говорила о том, что если я не буду менять своих действий, то и мой результат не поменяется. Поэтому я должен это сделать. Раз мне даётся этот шанс, я должен им воспользоваться. Это понятно? Давайте сердечки, погнали дальше. Я сегодня с бутылкой, простите. Если это понятно, пошли дальше. Что влияет на наши действия? Третий уровень. Мы сегодня четыре уровня всего лишь с вами рассматриваем, очень просты. Что влияет на наши действия, на второй наш уровень? Влияют наши мысли и эмоции. Смотрите, запомнить очень просто. Помните, когда вы утром просыпаетесь, у вас классное настроение, вы, не знаю, там, влюблены, у вас просто хорошее настроение, что-то хорошее произошло, или вы просто такой человек позитивный, как я, который просыпается, ему не нужно, чтобы что-то происходило, потому что я проснулась, это уже хорошо, уже замечательно, уже я осветила этот мир, всем замечательно. Так вот, когда мне хорошо, обычно я активна в действиях, правда? Вы проснулись, у вас есть заряд, вот вы вышли откуда, у вас есть заряд, и вы начинаете действовать. Вы хотите, помните вот этот эффект, когда вы пришли с мастер-класса, или послушали мой эфир, возможно, или были на каком-то обучении, вы заряжены, и ваши действия такие же заряжены. Когда наши мысли о себе, как об успешных людях, я смогу, я хочу, у меня есть желание изменить себя, у меня есть желание изменить свою жизнь, у меня есть желание сегодня доделать проект, у меня есть желание закончить, классно сделать эту работу, чтобы получить деньги, у меня есть желание встретиться со своим любимым человеком и классно провести с ним вечер. Вот эта история отражается на действиях. Если я просыпаюсь с утра с фиговым настроением, то скажите, пожалуйста, будет ли у вас состояние активных действий, каких-то позитивных? Конечно, нет, правда? То есть то, что в моей голове напрямую отражается на действиях. Помните, когда вы говорите, что-то мне ничего не хочется делать, у меня сегодня такое плохое настроение. Настроение – это ваше ощущение, а не хочется делать – это отражение в реальности. Если мое настроение фиговое, я ничего не хочу делать. Или помните, вы собирались на вечеринку, у вас замечательный был настрой, и вдруг к вам пришел там кто-то, или вы позвонили по телефону, поговорили со своим парнем, или со своей подругой, или с мамой, или с боссом, у вас испортилось настроение. Что вы делаете? Чаще всего вы не идете на вечеринку. Вы говорите, настроение испорчено, значит, что? Значит, я не буду делать что-то приятное для себя, я хочу погрустить. Поэтому в зависимости от того, что мы думаем, мы это и делаем. Тут же, это пример вам для запоминания, но тут же есть еще другая взаимосвязь. Есть такое классное такое выражение, смысл которого очень прост, что если ты хочешь кем-то стать великим, или вообще кем-то стать, начни думать о себе, как об этом человеке. Если я хочу быть номер один в чем-то, то я должна думать не о том, что сегодня я никчемная, никто меня не знает, никому я не нужна, как же мне стать номер один? А я должна говорить себе, я сегодня номер один. И задавать следующий вопрос, а что бы я делала, если бы я была номер один? Представим себе, говорю я себе утром, когда я проснулась, не очень в хорошем состоянии, мне что-то болит, и я себе говорю, а если бы я была самым известным тренером, что бы я сегодня сделала? Я бы взяла телефон и позадоровалась бы с миром, пожелала бы своим подписчикам классного доброго утра, замечательно. А если бы я была классным тренером, и мне надо было бы создать новый продукт, который я задумала, но который мне лень, вот если бы я была номер один, мне было бы лень? Тогда я же хочу быть номер один, значит мне сейчас не будет лень. То есть круто, когда вы идете не из истории того, что я хочу стать кем-то великим, но сегодня я вонючая какашка, что я могу сделать? Почему я не такой великий? Нет. Если я хочу стать кем-то великим, я уже веду себя так, словно я этим человеком стал. И таким образом я создаю себя, я напоминаю себе, что я великая. А великая значит, у меня будет сегодня дисциплина, у меня будет сегодня результат моих действий, у меня будет сегодня все то, как должно быть у великой. Я в себе это разжигаю. Это очень правильный момент. Поэтому запомните, вы тот, как вы думаете о себе. И мысли определяют действия. Если вы думаете о себе, что вы никчемный, несчастный человек, которого никто не любит, который старый, который никчемный, который какой-то там, вы и ведете себя так, как этот человек. Если вы думаете о себе, как о неудачнике, то вы и ведете себя, как неудачник. но попробуйте подумать о себе как о супер человеке, как о сильном человеке, как о красивом человеке, и вы знаете, я всегда вот этот феномен в себе рассматривала, потому что я была там в детстве, и сейчас, кстати, уверена, что я очень красивая девочка, очень красивая женщина, и я замечала, что в те моменты, когда у меня эта уверенность пропадала, когда я считала, что я стрёмненькая, я очень сильно это отражалось на моей жизни, и удивительно, что были такие моменты, когда я смотрела на себя в какие-то периоды жизни, в которых я была уверена, что я безумно хороша во всех смыслах, я смотрела и думала, господи, ну ты же вообще была не безумно хороша, но всегда, когда я думала, что я безумно хороша, вокруг меня всегда были самые яркие поклонники, я всегда получала всё, что я желала, потому что я считала себя такой, я себя такой преподносила, я была в этом уверена, и вот сейчас у меня абсолютно такая же история, то есть я настолько уверена сейчас в том, как я выгляжу, в том, насколько я хороша внутренне, внешне, насколько со мной интересно, насколько я крутой собеседник, насколько я замечательный друг, что действительно находится огромное количество фактов, людей, да, как бы, которые со мной контактируют, которые со стороны это подкрепляют, потому что я, если я классный друг, я и веду себя как классный друг, понимаете, я всё время себе напоминаю, ты же классный друг, а классный друг, он так себя и ведёт, а если я думаю опять, что я чмошница какая-то, которая ещё, блин, ничего там, недостаточно хороша, то я и веду себя как чмошница, ну какая разница, если ты чмошница, то можешь себе позволить, да, вот этот момент важен, поэтому давайте повторим, первый уровень, наш результат, который у нас есть, определяют действия, которые мы совершаем, действия, которые мы совершаем, зависят от тех мыслей, которые у нас с вами живут в нашей голове, а мысли это бесконечный поток, который у нас существует постоянно, и, наконец, четвёртый уровень, да, наша верхушка в башенке, это наши убеждения, убеждения, убеждения это то, собственно, на чём основывается, думаю я о себе как в успешном человеке, или думаю я о себе как в куске, простите, чего-то странного, уверена ли я в том, что я могу достигать своих целей, или я уверена в том, что мир это бочка с дерьмом, и я ничего больше не могу, теперь давайте эту верхушку рассмотрим, да, нашей башенке, а откуда эти убеждения берутся, откуда они берутся, почему, вот часто я такое слышу, моя подружка, она вообще, блин, она стрёмная такая, ну у неё всегда самые классные мужики, у неё всегда классная карьера, к ней идут деньги, её обожают люди, но она же хуже меня, вот я такие вещи слышала неоднократно, почему, а всё по одной простой причине, это убеждения, откуда берутся убеждения, есть два ключевых сектора убеждений, первое это убеждения, которые к нам пришли, достались нам от родителей, от нашего окружения, то есть мы когда были маленькие, мы что-то насматривали, сделали какие-то выводы, слушали, что говорят взрослые, а для многих из нас убеждения о том, что взрослые это прав, да, если ты взрослый, вот если ты взрослый, то ты априори прав, и мы слушали их истории про жизнь и делали некие выводы, что, например, там мужики, козлы, женщины слышали, да, что там нужно обязательно с них выбивать алименты, вот, потому что твари не платят, ну и так далее, да, какие-то разные убеждения, которые к нам закрадывались, напишите, пожалуйста, по одному убеждению, которое вы слышали от своих родителей, интересно будет, напишите сейчас, я пока сделаю глоток, а то получается у меня такой монолог, мне всё-таки хочется с вами общаться, я знаю, что на моих эфирах все слушают, открывают руты, вот, и просто все сидят слушают, но мне всё-таки очень хочется, чтобы вы что-нибудь написали. Так, попробуем закрыть шторку, может, будет солнце лучше. Так, не жили богато, нефиг начинать, классно, да, тоже клёво, клёвое убеждение, не жили богато, нефиг начинать, к чему это вообще всё действительно, у тебя нет и не будет друзей, клёво, вообще класс, наверное, потому что ты плохая девочка, да, там, потому что так себя хорошие друзья не ведут. Деньги это зло, класс, что тебе другие скажут, да, это тоже такое убеждение, на основе которых мы всё время думаем не о том, чего мы хотим, а что у нас скажут другие. Не в деньгах счастья, да, естественно, вообще не в деньгах. Деньги это кайф, это классно, хорошее убеждение. Как пришли, так и уйдут, да, это Оля, это вообще-то хитяра, как пришли, так и уйдут, это вообще классно, это просто, это даже интересно, вот на чём основывались вот эти замечательные размышления, да, вот как пришли, так и уйдут, это круто. Я на этом убеждении, знаете, что делала? Тратила всё время деньги, которые приходили, потому что понимала, они же всё равно свалят, так пусть хотя бы свалят по нужному направлению. У меня такая была. Всё надо переделать три раза, клёво. Мужчинам только одного надо, да. Мужчинам только одного надо, это история про наши, про отсутствие наших оргазмов, вот, про отсутствие нашей культуры секса, про отсутствие нашего желания секса правильного и про манипуляции. Раз мужчинам это нужно, надо подумать, что мне нужно от мужчины и поменяться. Веди себя прилично, да, тоже хорошая такая, мне тоже такое всё время говорили. Все богатые воруют, естественно, много хочешь, мало получишь, замечательно. Лёгких денег не бывает. Да, причём, вы знаете, я общаюсь со своими подругами, очень умными, красивыми, замечательными, и мы раскапываем вот это убеждение, лёгких денег не бывает, и открываем рты, потому что уже, знаете, вот чем более ты осознанный, чем больше ты продвинутый, тем глубже ты залазишь и вдруг находишь вот эти убеждения, как моя подруга там всё работает, 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 а потом она мне говорит, ты знаешь, помоги мне с ценой определиться, вот какой мне ценник на свои услуги поставить. Она мне назвала ценник, я открыла рот, говорит, что ненормальная, ты как бы в день, ну, не то что в день больше тратишь, вообще эта сумма ни о чём. Она говорит, я стесняюсь. Говорит, ну как-то, как я могу за час работы взять такую сумму? Я говорю, ты что, издеваешься? И мы начали с ней проработку, поговорили, и выяснилось, что у неё есть убеждение, что лёгких денег не бывает, и надо тяжело работать обязательно, обязательно тяжело работать. И когда она это накопала, мы ржали очень долго, потому что, ну, это было, знаете, как, ну, блин, это осознанный крутой человек, который вдруг в себе это раскапывает. Поэтому да, не летай в облаках, будь как все, классно, все дети как дети, а ты, да, а ты, все дети как дети, а ты, ты один придурочный, да, в нашей семье, жизнь тяжёлая, денег вмеревалом, хорошо, Мария, у вас были хорошие убеждения. Все мужчины изменяют, замечательно, не носи золотые украшения, побьют, заберут. Да, вы знаете, моя мама всегда тоже говорила, что если идти в тёмное время суток одной, то обязательно там или изнасилуют, или там, значит, на тебя нападут, и вы не поверите, я вот по сей день, ну, вот уже сейчас, наверное, я расслабилась, но если я где-то на массиве, я никогда ни с кем не зайду в лифт, то есть я шугаюсь, до сих пор у меня все мамины убеждения живут тоже. На вокзале я очень боюсь, мама говорила, что на вокзале всё всегда плохо. Вот, окей, мы с вами разобрали, да, вот эти прекрасные убеждения. Это убеждения, которые нам достались. Есть вторая группа убеждений, на основе которых мы строим свою жизнь, это наш личный опыт, наш личный опыт, который мы с вами имеем уже в результате своей жизни. Причём, знаете, как бывает, вот один раз сделал что-то, и не факт, что ты сделал что-то правильно, ты, может быть, никогда не пробовал, но у тебя сложился некий опыт, что вот значит, так будет всегда. Ну, например, там, встретилась с парнем, и парень, ну, не знаю, влюбился в подругу, и ты теперь убеждена, что, значит, парни козлы, все подруги дуры, не бывает умных подруг, все друг другу изменяют, у тебя постоянно вот такая вот измена идёт, что ты боишься знакомить или заводить подруг, или знакомить подругу со своим парнем, потому что у тебя это произошло. И таких убеждений тоже может быть огромное количество, то есть это наш личный опыт, который мы записываем себе именно в контексте того, что вот так произошло. А почему так произошло, спрашиваешь, почему ты так думаешь? Ты говоришь, ну как, у меня уже такое было. Но мы забываем ещё такую интересную штуку, что помимо того, что у меня такое было, очень часто бывает, что такое действительно начинает происходить постоянно. А почему? А потому что, когда мы начинаем чего-то бояться и об этом думать, мы по закону притяжения начинаем эту свою жизнь притягивать. Притягивать. То есть мы как бы сами из ряда, из раза в раз создаём эту ситуацию. Мы её сами программируем. Мы даже ждём и некоторым образом даже, возможно, помогаем какой-то ситуации случиться, для того, чтобы в который раз убедиться в том, что я прав. И вы знаете, я не знаю, сталкивались ли вы с такими ситуациями или нет, но бывает, когда, например, ваш партнёр, ну вот к примеру, неважно, ваша подруга, ваш партнёр говорит, например, тебе, что, ты знаешь, ты всегда по злому надо мной шутишь. Ну, к примеру, ты говоришь, да нет. И вот этот человек начинает создавать какую-то ситуацию, в которой вы как-то пошутите, и он говорит, ну ты же сделала это по злому. Ты говоришь, нет, ну что в этом такого злого? Он говорит, да нет, это по злому, я так и знал. И человек начинает вас в этом продавливать, и вы понимаете, что бесполезно ему что-то объяснять. Точно так же, как мужчина может тебе сказать, например, ты меня никогда не хочешь. Ты говоришь, да нет, ты не понимаешь, просто есть такая ситуация, ты себя так ведёшь, он говорит, ты никогда меня не хочешь. Что происходит в этом случае? В этом случае, напишите, пожалуйста, плюсики, кто понимает, о чём я говорю. В этом случае происходит программирование вашего второго оппонента, партнёра вас, то есть он начинает, вы как бы так не думали, это была неправда, но человек начинает настолько часто это повторять, что для вас это начинает становиться правдой. Вы начинаете действительно, например, понимать, что вы не хотите партнёра, у вас в голове всплывает эта программа, или что вы начинаете действительно над ним по злому шутить, вас человек таким образом программирует, или вам говорят там, ты плохой друг, ты говоришь, почему? Потому что ты себя так повёл, ты говоришь, да ты не понимаешь, я наоборот повела себя как хороший друг. Нет, ты всегда была плохим другом, и в какой-то момент, когда происходит какая-то ситуация, ты действительно ведёшь себя как плохой друг, во-первых, потому что ты уже этому человеку совсем не друг, во-вторых, он так сильно хотел увидеть в тебе этого человека, что ты этим человеком в результате и проявляешься. Это похоже как на то, как женщина капает мужчине. Ты всегда смотришь на своих сотрудниц. Он говорит, да блин, мне никогда они не были интересны. Но женщина продолжает капать, капать и капать, и в результате мужчина начинает смотреть на своих сотрудниц, и в какой-то момент у него начинается роман. И она говорит, ну вот видишь, я же тебе говорила, я всегда знала, что ты такая тварь. То есть человек вас сам к этому подводит, и вы человека точно так же можете к этому подводить. Просто имейте это в виду. И таким образом у вас, ваше убеждение прорастает в такое большое дерево, огромное, да, с корнями, и вы понимаете, что вы же были правы. Вы даже чувствуете некое удовлетворение. То есть в данном случае доказать свою правоту было важнее того, что вы просто сами на ровном месте вырастили вот эту огромную проблему. Понятно, да? Так вот, давайте еще раз повторим нашу формулу, что первое наше идет результат, да, наша жизнь, все то, что мы имеем в жизни, это все у нас зависит от наших действий, которые мы совершаем. Наши действия зависят от того, что мы думаем, какие мысли в нашей голове, что присутствует, как мы себя, собственно, ощущаем. И наши мысли зависят от наших убеждений. Потому что если я думаю о себе как-то, если у меня убеждение, что жизнь, например, это говно, то я буду искать мысли, которые будут все время мне говорить и подтверждать, что жизнь говно. Соответственно, мои действия будут точно такие же, и результат мой будет такой же. Если я, например, буду знать, что я классная женщина, которая может построить свою жизнь офигенно, у меня будут убеждения, что я в любом случае буду очень счастливой, что я в любом случае успешная, что у меня в любом случае офигенное отношение с моим партнером, в этом случае мои мысли будут о себе как об успешном человеке. Я их буду подбирать как в магазине. Когда я захожу и знаю, что мне нужны белые кеды, серебряная куртка и золотые носки, я выхожу в любой магазин, и я это себе подбираю. Я не вижу там красных носочков, белых чулочков. Я знаю, что мне нужно. Я подбираю таким образом себе. Так мы подбираем свои мысли, мы думаем о себе так. Такие действия мы дальше совершаем, потому что если я думаю о себе как в успешном человеке, вряд ли я пойду устраиваться на работу кассиром, правда? Потому что для меня кассир – это не успех, не мой вид успеха. Поэтому я, соответственно, подбираю по-другому. И таким образом создается мой результат. Зачем я это говорю? А затем, чтобы вы понимали, что реальность, которая с вами происходит, помните, мы вначале говорили про гадалку, это то, что мы делаем, то, что мы думаем, то, что живет в нас. И у нас есть удивительное кайфовое свойство, потому что если мы поговорим о убеждениях, вы скажете, ну что же мне делать, если у меня есть фиговые убеждения, слабые убеждения, убеждения, на основе которых очень тяжело достигать успеха и становиться каким-то другим человеком. Поскольку башенка с убеждениями является сверху, такой верхней частью пирамидки, то мы можем эту башенку потихонечку снимать и ставить на ее место другую. Потому что если мы рассмотрим с вами башенку, мы увидим на ней огромное количество пластин, тысячи пластинок из наших убеждений. Она как пирамидка, только с очень тоненькими такими, знаете, пластиночками. И мы можем одни пирамидки эти, одни пластиночки доставать, а другие нанизывать, а другие нанизывать, понимаете. И вот наша задача разбираться с вот этими верхними убеждениями, потому что если наши убеждения будут с вами, у нас будут слабыми, если мы будем убеждены в том, что невозможно, то бесполезно вот там что-то менять в своем результате или в своих действиях. Вы пошли на новую работу, но у вас есть убеждение, что вы не заработаете много денег. И вы пошли на новую работу и подкрепили свое убеждение, вас уволили, потому что вы же не верили, что вы способны это сделать. Работать нужно всегда с верхним уровнем. А теперь я вам скажу такую классную штуку, которую мы не знали. в секрете, да, управления нашей реальностью. Раньше считалось, что все те убеждения, которые есть у человека, это, кстати, если говорить с точки зрения мозга, вы это неоднократно слышали. Господи, это было слово. Вылетело из головы слово. Мамочки. Ладно, давайте попробуем. Значит, это для меня мастер-класс, для того, чтобы объяснить это еще проще. То есть у нас с вами есть эти убеждения. И раньше считалось, что мы не в состоянии их поменять во взрослом возрасте. Вот то, что заложилось в нас, все. Теперь это с тобой по жизни. Знаете, как паркет, который постелили в советские времена, и все, теперь только дом надо разбомбить, чтобы паркет поменять. Зачем он же хороший, и не важно, что там живут тараканы, клещи и кто-то там еще. Но уже доказано, доказано, что мы с вами в состоянии в любом возрасте менять свои убеждения. Для этого все, что нам нужно сделать, это первое, понять, что это убеждение, то есть понять, что это паркет, это не пол, который дал Господь Бог, и непонятно, нет, это паркет, который сделали люди своими руками, положили его. И мы можем с вами этот паркет старый снимать, а новый класть. Вот это возможно. Что нужно сделать? Про паркет не буду рассказывать, можете в интернете почитать, как это делать правильно. Что делать с мозгами? Для этого нужно, мы берем одно убеждение, вот представим себе, что вот эта крышечка, это убеждение. Мы снимаем с нашей пирамидки и башенки и начинаем рассматривать там убеждение. Например, какое-то вы тут писали, давайте посмотрим. Не носи золотые украшения, побьют, заберут. Такое есть убеждение. Вы вокруг смотрите на людей, проходите по улицам, смотрите в интернете, носят ли люди золотые украшения. Носят, видите, подходят, здрасте, у вас золотая цепочка, да. Можно спросить, а вас когда-нибудь били, забирали цепочку? Не, не били, можно сделать опрос. Можно в соцсетях написать, вас часто бьют, когда вы ходите в золоте. Почитать на эту тему статьи, потом подумать, выйти самому на улицу готовым. Можно нанять охрану, собаку с собой взять, вдруг побьют. Пройтись по улице и понять, ну какой же бред. Никто не бьет, никто не забирает. А в какие времена родители об этом говорили? А что тогда происходило в мире? А поменялся ли мир? И вдруг обнаружат, что, мать твою, можно ходить в золотой цепочке, в сережках, и не бьют. Вот, неделю выходило, ни разу не побили, не забрали, не забрали. И сказать тебе, так оказывается, что в цепочке в золотой ходите в украшениях, это приятно, зато комплименты сделали, сказали, о, какие красивые сережки у тебя, тебе понравилась цепочечка, и ходите, блузочка сразу украсилась, так красиво. И сказать тебе, так это дурацкое убеждение, дебильное убеждение, ха-ха-ха. Рассмеяться этому убеждению, и таким образом вы от одного убеждения избавились. И так делать с каждым, доводить его до абсурдности, доставать. Вот знаете, мама говорит, никогда не встречайся с рыжими, потому что они уроды. И ты никогда не встречалась с рыжими. Или никогда не надевай штаны, потому что они тебе не идут. Ты никогда не надевала штаны. А тут пришла в зарпу, взяла 30 пар штанов, померила 20 пар, сели идеально. Вышла из примерочной, говоришь, посмотрите, пожалуйста, я вам нравлюсь в этих штанах, красиво. А вам и вам красиво. Выложила в себе в инстаграм фотографию. Ребята, цените штаны. Все пишут, вау, какие штаны. А мне красиво, тебе очень красиво, берите штаны. Вышла и думаешь, вот это я дура. А что я всю жизнь не покупала себе штанов? Скажите, у вас было такое с одеждой, когда вы всю жизнь себе чего-то не покупали, потому что были уверены, что вам это не идет. А потом однажды это покупали и думали, что же я дура-то такая, никогда это не носила. Как красиво оказывается. Это касается всего, там, декольте, каблуков, кроссовок. Нам же всем рассказывают, что нам идет, что нам не идет. Ты такой, пожалуйста, никогда не надевай, тебе в этом плохо. Вот именно так и было. Понятно, как работать с убеждениями. С убеждениями. В чем фишка? Фишка в том, друзья, что у нас эти убеждения на все случаи жизни. У нас есть убеждения по отношениям, по нашему внешнему виду, по нашей работе, по нашей самореализации, по деньгам, по всем. Мы с вами, как в окопах, как в советском фильме, смотришь на войне, а не в окопах. Вот это наши убеждения, это наши окопы. И нам нужно от этих окопов разгребаться. Все, что у нас есть, включая тело, внешний вид наш, включая наши деньги, включая то, как относятся к нам мужчины или женщины, включая то, сколько мы зарабатываем и как мы себя ощущаем в контексте самодостаточности, все это идет отсюда. Это не то, что вам суждено, не то, как вас послали в этот мир, вас послали в этот мир толстым человеком. Вы видели когда-нибудь новорожденного младенца, который родился жирным 100 килограмм? Или хотя бы 30? Видел кто-нибудь когда-то такого? Видите? Как работать с убеждением, что у нас в роду все жирные? Света, я бы могла вам сказать, что вы сейчас подставной человек, все так скажут, но я вам расскажу, потому что 17 сентября я запускаю марафон, который называется «Тело». И как раз этот марафон посвящен именно тому вопросу, который вы сейчас задали. Как быть, если, блин, мне вложили в голову, мне вложила в голову моя бабушка, которая весила 120 килограмм, что даже если я буду резать себя на куски, оно все равно будет вырастать, потому что у нас крупная кость, и мы все толстые. Мне сказали, у нас крупная кость, даже если ты будешь очень худой, кость у тебя будет крупная. Я с этим жила. И я не зря частенько выставляю эту фотографию из себя, где вы видите меня крупную, где часто говорят, что я голову себе засунула на тело с фотошопа, потому что почему у меня такая маленькая голова и такое большое тело? Потому что у меня там крупная кость, а потом она стала мелкой костью, потому что сейчас, когда все меня видят в жизни, все говорят, что я очень мелкая, я действительно маленькая, хрупкая. У меня вот грудь, видите, покажу вам, видите, грудь у меня есть, видите, есть, вот она, большая, а объем груди у меня 87, не 90 даже. Я мелкая сама по себе, оказывается, оказывается, я мелкая. И вы знаете, это, конечно, пришло со временем, но вначале все началось с того, что я решила, что я не крупная и не толстая, что бабушка моя крупная и толстая, и все остальные в моем роду, а я нет. И вот, представляете, кость уменьшилась. Будет целый марафон, 10-дневный, который называется «Тело» уже послезавтра. Я начну о нем рассказывать больше. Из понедельника уже, он через неделю там будет стартовать, на следующей неделе в конце. Из понедельника уже по секрету скажу, откроются продажи со скидкой. Это как раз история про мозги, про то, что пока мы… Почему я вам говорю, как устроена реальность? Потому что реальность, она вот здесь. Реальность – это не послание на землю. Да, у нас есть кармические какие-то долги, да, у нас есть наша история, но когда мы приходим на землю, это как в компьютерной игре. Если вы умерли в прошлой жизни, не просто игру сначала начали, а умерли в прошлой жизни, у вас было 5 жизней, а сейчас 4. Вы приходите в том же костюмчике, в котором умерли 5 лет назад, ну, у нас мы на землю спуск, ой, 5 лет назад, не в пятом уровне, да, вы пришли к четвертой жизнью, но вы начинаете заново отработку, у вас есть возможность доиграть. То есть о чем я вам говорю? О том, что когда у нас с вами есть кармические долги, это не означает, что мы приходим в жизнь в новую сострадание, что мы теперь должны страдать. Нет, это значит, что мы должны этот опыт, ну, как бы мы имеем возможность его улучшить, да, мы имеем возможность отыграться, мы имеем возможность сделать что-то лучшее. Но опять-таки этот кармический опыт это такая, а, неизведанная часть, б, то есть мы можем только предполагать и догадываться с вами, как это работает, да, кто-то говорит так, кто-то говорит иначе, Тем не менее, вот знаете, каждый раз я себе говорю всегда, что когда я здесь и сейчас, я делаю все, что я могу. И вы должны понимать, что наш мозг – это наш пульт управления от нашей реальности. Мне это сравнение нравится больше всего. Это реальный пульт управления. В зависимости от того, как мы думаем, какие решения мы принимаем, разрешаем мы себе кем-то быть, принимаем ли мы решение кем-то быть или нет, в зависимости от этого идет наша дальнейшая программа действий. Самое дурацкое в мире, что придумали, это придумали то, что мы ничем не управляем. Это неправда. Когда вы принимаете себе вот эту программу «я ничем не управляю, все со мной происходит», вы должны понимать, что с вами будут происходить только вещи мелкого бытового уровня. Вы никогда не перескочите на какие-то уровни. На уровне денег, на уровне успеха, на уровне развития вы будете в самом низу, вы будете как возле берега любого там моря, океана, водорослей. Вот вас выкинуло на берег, вы не в прекрасном морском мире, вы там не захватываете, к вам не ходят на большую глубину, чтобы посмотреть на вас. Нет, вы водоросль, которая оторвалась и которую выкинула на берег. Вы как бы часть этого океана, но по сути вы обрывки. Вот когда вы не принимаете ответственность за свою жизнь, когда вы свой мозг, вам дам пульт, руль в машине. Вот смотрите, я сижу в машине, за которую я заплатила 120 тысяч евро. И представьте себе, что я в этой машине, я езжу, она дает мне очень много комфорта, эта машина, мы с ней там, ну прямо сейчас она у меня кабинет для съемок в данный момент. А теперь представьте себе, что я от нее отрываю руль. Сам по себе руль в этой машине, там не помню, стоит 2 или 3 тысячи евро. Вот представьте, а машина стоит 120, я отрываю руль за двушку евро, что я могу делать с этой машиной, скажите, пожалуйста? Что я могу, что машина остается в цене 117 тысяч евро? Что я с ней могу делать? Нет, ничего, без руля я ни хера не могу делать. Если я этой машиной не управляю, то все, ее можно только на эвакуатор поставить и ездить, понимаете? Все, все 117 тысяч евро в жопу, потому что нету руля. Вот точно так же и вы, вы пришли в жизнь, вы прекрасны, вы красивы, у вас есть очень много возможностей, талантов, не приходит в мир ни один человек без талантов, не бывает такого, у вас есть множество всего, у вас мозг, вообще самая величайшая вообще загадка человечества и планеты, понимаете? Ваш мозг, компьютер безумный, никто, ни Алан Маск со своими ракетами не перепелюнул наш мозг, ни прекрасный Стив Джобс, который дал нам возможность вот это вот все общаться с нашими айфонами, никто мозг человеческий переплюнуть не может, а вы приходите в этот мир и говорите, не буду ни хера тобой управлять, пойду на работу, буду получать 200 баксов, буду страдать, буду смотреть телевизор, бесконечно обсасывать коронавирус, жрать чипсы, ждать выходных, чтобы бухнуть, вот, и жаловаться, и ныть. Мозг вам не для этого дан, я бы могла, вырезала бы его и отдавала бы кому-то другому, коту своему. Вот я, например, уверена, что если бы моему коту дать мозг человеческий, то он бы сделал охуетительную жизнь себе, он и так ее сделал, да, у него все прекрасно. Но тем не менее, ваш мозг дает возможность притягивать в свою жизнь всего, чего он пожелает. Но мозг огромного количества людей ни хера не желает. Желает, чтобы с ним что-то случилось, чтобы океан, как водоросль, его выкинул куда-то, понимаете? Выкинул его куда-то. Запомните, ваша жизнь – это отражение ваших мыслей. И ваша никчемная жизнь, если она у вас такая, и вот это все, что вы натворили, это вы натворили вот здесь. Но хорошая новость заключается в том, что мы можем натворить и обратно, в любой момент нашей жизни. Мы можем с вами натворить все, что угодно, но натворить – это осознанное действие, как руль. Я не могу неосознанно поехать за рулем. Осознанно – это значит, что я его держу, кручу, понимаете? Должна его держать в руках и видеть, куда я еду. Неосознанно нельзя, не работает, это так. Если я неосознанно сижу в машине, то я просто в ней сижу, все, никакой ценности нет. Ваш мозг бесценен, и когда вы не даете ему четких задач, чего вы хотите, точнее, вы ему все время даете эти задачи, но вы ему даете задачи. Я хочу устроиться на какую-то работу, я хочу счастья в мире, в жизни, еще хочу сериал посмотреть, еще хочу, чтобы работа побыстрее закончилась, наступил выходной, еще я хочу ничего не делать, на пенсию хочу еще. Вот этот уровень, вот этот уровень просто для меня, типа, что, чего, куда? Поэтому все начинается отсюда. Для того, чтобы мы могли с вами выйти из той жизни, в которой мы находимся, рано или поздно, у нас у всех происходят такие моменты, наша жизнь вообще похожа, знаете, на такие всплески, мы так живем-живем, потом пип, потом опять пип, когда нас периодически клемают, я хочу все изменить, я все могу, я все буду, я все, потом опять пип. Вот для того, чтобы мы с вами начали выходить, по крайней мере, вот эти вот истории плохие, мы должны потихонечку идти, потому что если идем сразу вот так прямо, как ракета, часто бывает, что как ракета поднялись, потом свалились. Лучше всего для человека это все-таки вот по постоянному нарастанию, такой, представьте себе такую лестницу наверх, да, и вы идете, не взбегаете на нее, а каждый день по ступеньке, каждый день по ступеньке, тогда это классно, это такой плавный, комфортный темп, я это называю стратегия в долгую, это как кросс бежать, вот, знаете, есть люди, которые сразу на старте начинают бежать быстро, а потом сдыхают к концу, ну, не могут, дыхание там, они не готовы, а есть люди, которые выбирают оптимальный темп, и они бегут все время в этом темпе, и те, кто бежал сильно быстро, они сдохли, те, кто медленно бежал, они не могут его догнать, а тот, кто бежит в среднем темпе и все время еще и тренируется это делать, он проходит дольше всех. Вот я всегда среди вот этих вот людей, которые посредине, знаете, которые сначала их там кто-то обогнал, а потом я уже вижу, как они все трупами лежат, там устали, потому что свои силы как бы не смогли оценить, а я такая тихонечко пробегаю, машу ручкой, вот, и бегу дальше, да, чудесненько, там, водичку, простая шоколадки, там, я добрый человек, вот, но вот приблизительно такая история. Поэтому вы должны осознавать, что путь к себе, путь к своим изменениям, это постепенная, поэтапная дорога. Почему я веду марафон рерайтер жизни, там, 30 дней? Потому что это наш момент, когда мы начинаем разжигать в себе желание, понимать, как работает наш мозг, как устроена наша реальность, анализировать, как мы реагируем в своей жизни на какие-то негативные, позитивные моменты, вообще наблюдать за собой. Затем, когда мы это делаем, я предлагаю людям попасть после нашего рерайтера месячного в клуб еще на 8 недель, где мы учимся уже программировать, понимать, какие наши мысли, что в жизни создают, потому что в зависимости от того, что мы думаем, отражается это все в реальной жизни. И мы учимся наблюдать за этими вещами. И уже после того, когда мы поняли этот принцип, мы идем в биг-клаб, где люди уже живут долго, где люди уже делают это образом жизни, где люди уже работают в своих группах, уже формируют новое окружение, потому что нам очень важно иметь людей, которые рядом с нами готовы это делать постоянно. Потому что изменение своего сознания… Вот смотрите, мы, получается, условно начинают люди делиться на два разных мира. Вот один мир, ты живешь, с тобой что-то происходит, и второй мир – это тот, в котором ты выбираешь свои реакции и выбираешь свою реальность. И люди условно начинают делиться на две группы. Одни, которые продолжают жить, как живут, а вторые, которые уже знают эти секреты. И нам, конечно же, гораздо круче общаться с подобными себе. То есть мы как бы переходим в другую реальность. Почему начинают люди дружить между собой? Потому что у нас уже другая среда формируется, мы уже говоримся на одном языке. Мы друг друга понимаем, мы становимся семьей, мы становимся сообществом, мы знаем, как друг друга поддержать. Если кто-то приходит и говорит, что у него что-то случилось, то ему никто не говорит, ой, ты бедный и несчастный. Нет, ему все говорят, ты что, посмотри на это с другой стороны, какой ты молодец. Мы даже какие-то неудачи, как будто бы, мы ищем в них удачи. Мы на любую неприятность смотрим, как на приятность. И это помогает нам стать сильнее, переживать и превращать это в позитивный классный опыт, превращать это в новые возможности и в новые ресурсы. Поэтому все мои программы, которые я создаю, я всегда создаю в долгую, для того, чтобы у людей, которые хотят этих изменений, создалась новая среда обитания. Это очень важно. Мне всегда было страшно обидно, когда ты приходишь куда-то, только к чему-то новому начинаешь привыкать, тебе говорят, ну все, три недели прошло, ты этому научился, иди теперь живи с этим. Мать твою, как жить? Ну мне же нужна поддержка, я же хочу. Это нормально. И поддержка нужна именно в среде. Не в той, где тебя просто там кто-то один держит за руку, а там, где ты, вы знаете, как-то, например, живет, ну, может быть, это плохой пример про животных в зоопарке, но я все-таки вам его скажу, да. То есть живет, например, животное там на воле, у него есть классная среда обитания. Потом этого животного там словили, забрали, и вот его привозят, и он живет один в клетке. Никого больше рядом нет. Это же отвратительно. Но если он попадает в питомник, да, там в какой-то, где много других таких животных, в любом случае у него создается среда, у него появляется возможность размножаться. Еще раз грубый пример, согласна, некорректный, но просто, чтобы вам было хоть как-то понятно. У меня мозг, знаете, не успевает генерировать очень быстро гениальные примеры, я стараюсь. Вот, но тем не менее нам очень важно, чтобы если мы понимали, что вот здесь это плохо, нам важно войти куда-то, где будет хорошо. Или, например, там человек, да, вот он айтишник, ну, вот про гадкого утенка, да, вот самая классная сказка. Вот, например, человек айтишник в школе, все над ним смеются, говорят, ты какой-то вообще странный, ты все время что-то там сидишь, программируешь, пойдем с нами покурим, погуляем с девчонками. Ничего не интересно. Но потом, когда он выходит, он себя чувствует изгоем, но он попадает в какую-то компанию айтишную, где все такие, как он. И он понимает, что он царь и бог, что у него самые высокие зарплаты, что у него есть возможность встречаться с самыми крутыми девчонками, что он может создавать безумные проекты, и он становится там своим, понимаете? Вот точно так же часто бывает у меня с рерайтовцами, которые приходят и говорят, мне настолько неинтересно в том мире, в котором я жил, я себя чувствую изгоем, потому что они все время ноют, они все время жалуются, они страдают, они все другие. И когда человек попадает в новую среду, он видит, что здесь полно таких, у нас девчонки и худеют, и очень много происходит изменений. И все находится именно здесь. Так, вижу от вас несколько вопросов, сейчас отвечу и будем заканчивать. Так, шикарное сравнение. Спасибо, нужные слова. Думаю запустить проект. Боюсь, услышала, все готово действовать. Замечательно. С вами согласна. Когда мне начали внушать, что я жирная, страшная, никчемная, стала в это верить, вес стал расти, и никак не могу избавиться теперь от него. Так, спасибо, спасибо, пожалуйста. Хочу чухнуть на ПМЖ из Астаны в Москву и плавно вырвать все, что возможно. Как вы думаете, заметить, если всегда хотел быть и жить именно там? Не заметить, а залетить. Не понимаю, что написано. Я вам скажу так, что все ваши желания у каждого человека, у которого есть, необходимо совершать. Есть два, как бы, два способа для того, чтобы что-то сделать. Первое, это резко это совершить, то есть тогда, когда вы, знаете, обрезаете себе все, условно собираете чемоданы и уезжаете. Второе, это когда вы себе даете какой-то срок, например, три месяца на подготовку. Как выбрать? Выбрать интуитивно, для себя понять, вы уже себя все знаете, честно ответить себе на вопрос, что конкретно в моем случае лучше сработает. Для кого-то лучше сработает один способ, для кого-то другой. Вот важно все равно оставлять для себя тот способ, в котором вы будете эффективнее. Если не сработает никакой, это будет говорить только о том, что вы пока еще внутренне недостаточно сильны. Чем мне нравятся практики, чем мне нравится рерайтер жизни, я уже об этом говорила и повторю, то, что мы нарабатываем внутреннюю силу. Иногда бывает очень часто, когда головой ты понимаешь, что нужно менять, а внутри ты не готов. Вот наши практики и работа в наших сообществах позволяет нам напитаться, получить ту самую уверенность. Когда ты в какой-то момент, например, ты все время, ну, условно, вы хотите прыгнуть с моста, вы об этом мечтаете, давайте, с парашютом, но вы никак не можете. Вы несколько раз садитесь в самолет, вертолет, поднимаетесь и понимаете, что вы не можете этого сделать. Но вы продолжаете об этом думать, продолжаете тренироваться, и вот в какой-то момент вы поднимаетесь, открывается дверь, и вы понимаете, что вы готовы прыгнуть. То есть вас не нужно выпихивать, вы готовы прыгнуть. Вам по-прежнему страшно, по-прежнему все есть, но вы уже готовы. Вот то же самое происходит и во всем остальном. Вот эта готовность, она должна быть. И наши практики помогают это делать, наше сообщество помогает это делать. Потому что если мы не готовимся, а просто ждем, что сама готовность придет, она не придет. Сама готовность не придет. Нам необходимо делать для этого, совершать какие-то шаги. И вот, собственно, и все. Друзья, на этой замечательной ноте я буду заканчивать наш эфир. Я напоминаю вам о том, что у нас 1 октября стартует рерайтер жизни, и уже сейчас у нас открыты продажи. Пока еще с большими скидками, потому что чем ближе дата 1 октября, тем дороже будет стоимость. За неделю, по-моему, она поднимается уже максимально. Поэтому учтите, пожалуйста, этот момент. И если вы хотите поработать над собой, если вам интересно узнать свой собственный потенциал и научиться управлять своей реальностью, взять руль к своему, самому дорогому к своей жизни, прикрепить руль и научиться этим управлять, я буду вас с большим удовольствием рада видеть. Я вас очень попрошу оставить комментарий на этот эфир, если вы его посмотрите, те, кто смотрел сейчас. Для меня это очень важно, знать, что вы смотрите, знать, что вам это полезно, и это мотивирует меня проводить следующие эфиры. В четверг должен быть следующий эфир в 16.00. Буду вас с нетерпением всех ждать, заканчиваю и желаю вам хорошего дня. Всем пока!